Здравствуйте, друзья! С вами Леонид Тучков и в этом видео уроке я расскажу вам, как привязать ваш домен к почте от Google. Наверняка многие из вас пользуются почтой от компании Google, так называемый Gmail, и вы уже достаточно хорошо привыкли к его интерфейсу. Вам нравится удобство и надежность работы данного сервиса. Кроме всего прочего, данный сервис предоставляет еще ряд различных услуг, которые очень помогают и облегчают жизнь рядового блогера. И, конечно же, отказываться от такой возможности, по-моему, очень даже глупо. Однако, существует такое затруднение. Однако, не всем известно, что можно привязать свой зарегистрированный домен к почте от компании Google. По сути, получить вот такую конструкцию. То есть, допустим, info.sobaka.ru. Либо там support.sobaka.ru. Согласитесь, данный способ позволяет освободить дисковую квоту на сервере вашего хостинг-провайдера. Кроме всего прочего, почтовые сервисы у провайдера обладают, во-первых, не очень удобным интерфейсом, во-вторых, они малофункциональны. Вот, в отличие от почты компании Google, оказывается, можно привязать ваш домен к почтовому аккаунту от компании Google. Как это сделать, мы рассмотрим с вами далее в этом уроке. Итак, чтобы перейти к настройке, вам необходимо в адресную строку вашего браузера вбить вот такую конструкцию. Мы с вами попали на сервис Google Apps. И сейчас нам необходимо ввести в поле доменное имя. Так, к примеру, я хочу сделать почту вот для этого домена. Итак, начинаем работать. Мы попадаем с вами на страницу регистрации, где необходимо указать ваши данные. Итак, я указал свои контактные данные. Пускаемся ниже. Продолжаем указывать необходимую информацию. Указываем тип вашей организации, количество сотрудников. Так, жмем кнопку «Далее». Так, и необходимо здесь указать аккаунт администратора. Так, указываем имя пользователя, пароль, подтверждаем пароль. Вводим с картинки защитный код. Исучаем внимательно соглашение об использовании данного сервиса. Исучаем дополнительные условия использования дополнительных служб. Так, нажимаем кнопку «Принимаю», продолжить настройку. Появляется вот такое окно. И выбираем из двух вариантов. Либо быструю установку, либо выборочную установку. Так, я выберу «Установить быстро». Загружается мастер настройки Google Apps для выбранного домена. Итак, внимательно все изучаем. Нажимаем кнопку «Далее». Сейчас нам необходимо будет подтвердить права на домен. Жмем «Далее». Итак, здесь есть несколько вариантов. Самый простой и рекомендуемый – это загрузить небольшой HTML файл на свой сервер. В корневую папку вашего аккаунта. Выбираем файл подтверждения. Так, я выбрал папочку для временного хранения данного файла. Жму «Сохранить». Так, файл загружен. Сейчас мне необходимо перейти на свой хостинг. Перейти в корневую директорию на сервере. И поместить туда этот файл. Итак, вот у меня корневая директория. И сейчас я в нее копирую данный файлик. Так, передача пошла. Все, файл загружен. Теперь необходимо его подтвердить. Для этого нам необходимо пройти по данной ссылке. Если мы увидим в окне вот такой текст, то это означает, что мы прошли процедуру подтверждения. Все отлично. Можно двигаться дальше. Итак, подтвердить нажимаем кнопку. Отлично. Все, определилось. Жмем «Продолжить». Сейчас нам необходимо выбрать, сколько будет пользователей работать со службой Google Apps. Либо несколько, либо только я. Давайте я оставлю несколько. Жмем «Далее». Так, сейчас нужно будет добавить пользователей. Жмем кнопку «Далее». Так, сейчас добавляем новых аккаунтов пользователей. Так, самый простой способ – это по одному с помощью веб-формы, которая будет «Далее». Так, отлично. Можете нажать кнопку «Показать», чтобы познакомиться с поэтапной инструкцией по выполнению данной процедуры. Так, жмем «Далее». Сейчас указываем, какие службы будем использовать. Ну, в принципе, здесь уже все выбрано. Я оставлю так, как есть. Жмем «Далее». Вы, в принципе, можете что-то отключить. Сейчас, опять, нам необходимо будет перейти по кнопке «Далее», чтобы непосредственно перейти к созданию первого почтового ящика. Так, это все ясно. Жмем «Далее» опять. Так, вот здесь нужно повнимательнее. Смотрите. Почту мы можем хранить на серверах компании Google, либо на другом сервере. Необходимо будет указать путь. Рекомендуется, конечно, на сервере Google. Ну, в принципе, соглашаемся, жмем кнопку «Далее». Сейчас предстоит ответственная процедура по смене MX записей указанного домена. И нам необходимо выбрать поставщика услуг хостинга своего домена. Если вы знаете своего поставщика, то можете выбрать вот из этого списка. В конце списка есть пункт «Другое». То есть у меня в этом списке нет поставщика хостинга. И я выбираю «Другое». К сожалению, он вам не виден. Он вышел за пределы экрана. Так, в самом низу выбираю «Другое». Вот у меня появилось. Жму «Далее». Так, здесь смена записи MX на сайте поставщика услуг хостинга. Значит, нам необходимо перейти сейчас в панель управления аккаунтом вашего хостинга. И внести вот эти изменения. Итак, я зашел в свою C-панель. И сейчас в разделе «Почта» я ищу запись MX. Перехожу по ней. А в разделе «Управление записью MX» выбираем домен, которому мы хотим привязать почту. Смотрите, что у нас здесь есть. Нам необходимо выставить автоматическое обнаружение конфигурации. Жмем кнопку «Изменить». Так, отлично. Идем вниз. Значит, у нас здесь есть уже одна запись и MX. Ее можно смело удалять. Да, удалить. Так, возвращаемся сюда. И вот нам нужно вот этот сервер скопировать. Адрес сервера скопировать сюда. Значит, приоритет 1. Запись сюда вставляем. Так, он у нас ругается, да? Значит, точку мы, смотрите, в конце адреса сервера это убираем. Отлично. Жмем «Добавить». Так, добавился. Идем дальше. Копируем второй сервер. У него приоритет 5. Выставляем пятый приоритет. Вставляем. Так, чего? Ага, опять точку надо убирать. «Добавить». Добавить. Так, отлично. И таким вот образом копируем все записи в свою C-панель в раздел MX записи для конкретного сервера. Обращаю ваше внимание. Внимательнее, будьте с приоритетами. Итак, я изменил все записи MX. Сейчас переключаюсь обратно в Google Apps. Изменения сохранены. И нажимаю кнопку «Далее». Сейчас нам нужно проверить. Отлично. Значит, жмем «Далее». Итак, попадаем с вами на окно проверки записи MX. Так, здесь все внимательно изучите. Жмем «Далее». Так, смотрите. У нас теперь здесь есть доступ к Gmail через веб-браузер. Значит, адрес. Давайте мы по нему перейдем. И посмотрим, работает ли у нас почта. Так, смотрите, пошла загрузка. То, что я и хотел сделать. Так, почта у нас загрузилась. Так, информирует, что новый интерфейс. Прекрасно. Переключаемся. Все, супер. Почта заработала. Имя домена вот здесь. Отлично. Так. Здесь жмем кнопку «Далее». Так, здесь «Календарь». «Далее». Это мы уже изучили. Так. Здесь у нас все опять по календарю. В принципе, почта уже работает. Окончательная привязка MX. Записи к нашему аккаунту произойдет в течение 24 часов. И вы можете уже спокойно наслаждаться интерфейсом вашей новой почты на аккаунте Google. Теперь вся информация, которая поступает на ваш ящик вида, вот как у меня, будет доступна вот в стандартном гугловском интерфейсе. Итак, друзья, сегодня мы с вами научились привязывать почту к своему домену. Посмотрели, как это все происходит на практике. И на этом наш урок подходит к концу. Я желаю вам удачи. Всего доброго. С вами был Леонид Рычков. Субтитры сделал Pro절. Субтитры сделал Pro varieties.